Итак, Миша, привет! Привет-привет! Меня зовут Михаил Аконечников. Я родом из города Среднеколымска. Живу в Питере. Я работаю на Балтийском заводе. Свою строение строю атомные ледоколы. Это Арктика, Сибирь, Урал. И сейчас четвертый ледокол — это Якутия. То есть четыре серийных ледокола, самые мощные и большие в мире, прошли через твои руки? Да, через мои руки. Ты не находишь общие черты между работой на заводе, достаточно жесткой, тяжелой, работой с металлом и рок-музыкой? Тоже достаточно такой хард. Сможешь сказать так, да, что и там металлы, да, все, и еще и музыка, у меня рок-музыка. Да, это немного так вот объединяет такая. Это очень жесткий сплав. Да, да, да. Понимаете, это музыка, это хобби. Я считаю, что мы уже вошли в историю питерского рока. Ну, я вообще рад, что я нашел уже своих слушателей, у меня есть своя тусовка, свои фанаты как бы. Записали три студийных альбома. Несмотря на то, что я живу в Санкт-Петербурге, но я считаю, что моя настоящая родина – это Якутия. И я в этих песнях тоже высказываю, что какая-то доска по родине. Мой адрес – это Якутия, да. Михаил Лаконешников – парень с северной закалкой и стальным характером. Он родился в Среднеколымске. На Балтийском заводе трудится пятый год. На счету у якутянина строительство уже четырех атомных ледоколов. Мы знаем каждое помещение, весь… Сумное звездо. Родой, так сказать. Да, да, на руках. Якутия – атомный ледокол проекта 22-220. Исполин среди судов высокого ледового класса. Его по праву называют самым большим в мире. Ширина гиганта – 34 метра. Длина, как два футбольных поля – 173. Якутия – знаменательный для всей нашей страны. А еще ледокол самый мощный. Сможет пробивать трехметровые льды Арктики. Быстрый. Скорость хода по чистой воде составит 22 узла – около 40 километров в час. Техническая закладка Якутии состоялась в 2020-м. Путь от маленькой площадки до гигантского ледокола атомоход прошел всего за два года. И вот настал день, когда почти 30 тысяч тонн металла сходят в него. К знаковому событию по видеосвязи подключился и глава государства Владимир Путин. Прошу разрешения на спуск. Спуск разрешаю. Приступайте. Капитану завода осмотреть акваторию. Начальнику стапельного цеха осмотреть спусковое устройство. Задержник резай. Чтобы сойти со стапеля и впервые коснуться водной глади, ледоколу понадобилось меньше минуты. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров, всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных, уникальных, без всякого преувеличения уникальных судов, за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей. Это исторический момент. Вот такая большая церемония. Еще и президент России поблагодарил наших работников Балтийского завода. В общем, все круто. Ну, ты когда узнал, что судно будут называть Якутией, ты удивился? Ну, я очень удивился, да. Я пришел на работу, мне сказали, что будет Якутия. Я думаю, это сначала прикол, а потом, на самом деле, я посчитал новости. Какие конкретно работы ты проводил на ледоколе? Ну, на закладке изначально варили корпус, но это сварщики, да, отдельно. Вот пока все это варили, и в прошлом году, в 21-м году, вот мы, ближе к зиме, мы уже приступили к конкретной работе. Вот мы, там сириловка, монтаж труб, ну, там очень такая вот работа монтажная. И было очень холодно, вот. Вспомнил родную Якутию, да, в этот момент? У нас же тоже холодно. Как раз-таки были морозы, и было холодно, и вот чувствую, что это Якутия, и еще вот, и мы строим Якутию. Работа у слесаря-монтажников тяжелая и ответственная. Их миссия – превратить неподвижный металл в цельный организм, собрать секцию за секцией, отделение за отделением. Серийный атомный ледокол серии 2220 Якутия был заложен на Балтийском заводе 20,5 года назад, в самый канун пандемии. Но балтийцы работали ритмично и подтвердили свой высокий класс. Спасибо вам, уважаемые коллеги, спасибо им за труд. Если в 2012 году на Балтийском заводе работало всего 3000 человек, то сегодня уже 6. Это огромное достижение коллектива. К ледоколам на заводе отношение особое. Для балтийцев каждое судно, по сути, их детище. Мы проводим автоматику, все эти вентиляции. Ну, очень много. В основном у нас участок автоматики. Среднего и низкого давления воздуха подключаем. Ну, работа физическая, она тяжелая очень. Ну, вредная там краска, покраска, сварочные работы. Вот, и мы трубы готовим, гнем, устанавливаем, ну, монтаж полностью. Ну, рабочий день у нас с 7.20 до 15.15. Ну, сначала идет работа в суху, мы там заготавливаем трубы, монтируем, то есть готовим. Потом эти трубы мы уносим на ледокол и делаем монтаж работы. Якутия сейчас считается самой большой в мире, да, ее длина составляет 173 метра, ширина 34. И она еще должна вырасти в высоту и должна стать почти как 18-этажный дом. Да, там, получается, сейчас спустили, уже погрузили атомный реактор, и пока он еще без кабины. И вот сейчас на Неве будут уже постепенно достраивать все полностью, ну, уже на реке Неве. Я очень горжусь, и вообще, как бы, я не думаю, что моя жизнь свяжет с такой серьезной работой. Я даже и в школе, и студентам не предполагал, что я буду строить атомные корабли, да, вот эти ледоколы, как бы. Мне даже и не снилось в этом. Но еще же ожидается пятый атомоход проекта 22-220, то есть это будет как бы замыкающий серийный флагманский ледокол. Чукотка. Чукотка, да. И ты его тоже будешь строить? Да, конечно, достроим Чукоткой, и у меня будет такая вот внутри гордость, что я вот эти пять ледоколов своими руками принимал участие. У меня всегда появляется большая гордость, и гордятся мои земляки, друзья, ну, родные. Вот, поэтому, ну, это круто. Вместе с Михаилом на заводе работает и его друг Артем Савов. Оба слесаремонтажники, оба из Якутии. Я сам приехал с города Мирного, так же, как и Михаил, работали вместе на руднике интернациональном, в шахте нашей любимой. Привет, я. Михаил меня пригласил на Балтийский завод, и вот мы вместе с ним трудимся, строим корабли. Так получилось вот с нашим названием корабль Якутия. Начинали мы с корабля Арктика, серийного корабля, потом второй серийный корабль Сибирь, и третий был Урал, сейчас четвертая Якутия уже. А металл – это такая тяжелая система, что где-то приходится переносить, где-то поднести, отнести, все своими руками, как говорится. Остальной характер? Да, характер поможет. Вместе с тобой на Балтийском заводе также работает твой друг Артем Савов. Вы вместе с ним подружились еще в Мирном. Да, еще живя в Якутии, мы с ним познакомились, и мы вместе с ним работали в шахте с Артемом Савовым. И после я переехал в Питер, родился, ну, говорю, что в городе Среднеколымске. В 98-м году я поступил в музыкальное училище. В Якутске? В Якутске, да, в город Якутск поехал. И после окончания музыкального училища я переехал в город Мирный. Вот, после города Мирный я переехал в Санкт-Петербург. Так вот все по сепочке. Я преподаватель балалайки, можно сказать, учитель, как бы. Но судьба немного иначе, то есть большую часть связала рок-музыка. Так сложилась судьба, что я переехал в город Мирный. Вот, и после окончания музыкального училища я уже с дипломом, думаю, надо пойти устроиться на работу. Вот, и как раз ДК «Алмаз» в городе Мирный я устроился музыкальным руководителем. Вот, ну, обучал на гитаре. И там же уже была фольклорная группа «Калубон». Руководил, сочинял музыку для них. Были хамус, якутские барабаны. И был такой дом-рабаст, танксыр, сахалы, да. И мы везде выступали, занимали первые места, лауреаты. И в 2007 году у нас было приглашение во Францию. Вот, и в 2007 году мы поехали через Москву. Проездом Москва, Белоруссия, Польша, Германия, Париж. Там был фестиваль «Крустальная лира». Там выступали очень много городов России, Европы. Вот, и мы там заняли первое место. После ДК «Алмаз» я устроился в шахту. И интернациональный рудник. И вот там я проработал около 3-4 лет. И после этого в 2010 году я переехал в Питер. Здесь в Питере начал работать, как по классике, да, сборником, подметал, ходил вейником. В общем, где я только не работал в Питере, у меня... Брался за любую работу? Да, я вот... Мне было нужно понять, почувствовать город, да, Питер, как бы, все эти тонкости. Потому что город большой. Вот, и после этого я работал на японском заводе «Тойота Камбри». Собирал машины. И после этого уже, имея такой опыт слесарский, я устроился на Балтийский завод. Ну, вообще, в Питере я мечтал с самого детства. Я сейчас вспомню. 90-й год, когда великий музыкант Виктор Сойб собирал стадионы. И в тот момент, я помню, мне мама говорит, что вот Виктор Сойб поет по телевизору. А мне было тогда 10 лет. И потом, позже, я узнал, что он погиб. Ну, и как-то он меня очень зацепил. Очень, не знаю, в тот момент. Я еще в школе учился, не помню, где в третьем, в пятом классе. И после этого, в 90-м году, у меня появилось желание на гитаре научиться. Вот. И где-то в 14 лет я взял гитару, начал учиться на гитаре, и начал петь песни Соя. В школе я начал выступать, в литературных вечерах, в школе, на корпоративах. Ну, то есть на 8 марта, 23 февраля. Ну, такие школьные, вот такие все эти мероприятия. После этого я пошел в Дом культуры, уже, как бы, на весь город уже начал там выступать, петь. Мне дали, как бы, как бы, ну, кличку, не кличку, Цой, да, вот, Мишка Цой. И я одел себе прическу, одел себе черное, подражал его голосом. И после этого я написал, начал писать, ну, думаю, дай-ка я попробую сочинить песни. И в 14 лет я начал писать песни, вот по сей день. Еще одно детище Михаила, рок-группа «Другие планы». Закончился наш рабочий день. Сейчас поедем на репетицию нашего репточка. Потаскали трубы. Ничего, нормально. Когда уже с завода выходишь от работы, у тебя уже мозг отключается, как бы, и ты уже думаешь о своем творчестве. Я уже с утра беру с собой гитару, вот, еду на работу с гитарой, везти концерт, начинается рано. А если я заканчиваю работать, чуть пораньше, то, получается, я домой еду, переодеваюсь и на концерт. Другие планы. Так называется ваша группа здесь, в Петербурге? Называются «Другие планы». У нас три альбома в сети. Сейчас четвертый альбом. Планируем, ну, то есть идет работа. Другие планы. Снимают клипы, дают концерты в Петербурге, украшают эфиры российских радио. Они не раз становились призерами крупных рок-филлер. Фестивалей Михаил уверен, дальше будет только больше. Также мы в Питере приняли участие на больших рок-фестивалях называется «Окна, открой». Там выступали такие монстры рока. Группа «Пикник», «Агата Кристи». В общем, все такие легенды питерского рока. мы были лауреаты этого фестиваля. И также мы в Питере каждый год выступаем на памяти Цоя, день рождения Цоя в Манихане. то есть Цоя – это он для меня как бы все. Икона. Да, и вот поем песни Цоя, и также свои песни поем. В Питере также мы были лауреатами фестиваля «Новый романтик», и мы заняли первое место в гран-при еще. Вот, да. И помимо этого, вот на нашем радио мы тоже выступали. тоже там был конкурс в памяти Виктора Цоя. Мы сделали кавер песни, и после этого наше радио мы попали на «Окна открой» и на «Питера ФМ» взяли мою песню «Осень». Эта осень наступила слишком рано, Эта осень наступила слишком рано. Эта песня про Питер, можно сказать, что эта осень наступила слишком рано. Я как бы описываю Санкт-Петербург, то, что мне связало эта осень. И эта песня наша такая самая, только гвоздь. И помимо песни «Осень», я уже написал песню «Весна». Тоже там. Я просыпаюсь этой весной, слышу крики «Чаек над Невой». Я просыпаюсь этой весной, слышу крики «Чаек над Невой». Ну, очень романтичные периоды, я тебе скажу. То осень, то весна. Да, еще не хватает лета. Но у меня уже есть такие планы написать про лето. Лето – это драйв. Да, что-нибудь такое надо придумать. И про зиму надо. И как раз будут времена года. Он хороший друг, отличный напарник и замечательный просто человек. Он добрый, веселый, отзывчивый, отличный парень. И музыку хорошую играет, много чему учит. Михаил как раз и научил играть меня на бас-гитаре. С тех пор я, конечно же, еще не мастер, но я учусь, но пытаюсь это делать с какой-то периодичностью. Не то, что мне это там нужно для какого-то заработка, мне это нужно для души. И в целом Михаил меня просто учит, натаскивает, знакомит. Он вроде как из Икути, а я тут местный. Но он тут всех знает, а я… Я изучил всю литературу Ленинградского рок-клуба, всю биографию Виктора Цоя, и у меня уже в школе появилась такая мечта переехать в Питер. И у меня вот по сознанию это всегда было, что надо поехать в Питер, переехать в Питер, и вот я считаю, что мечты сбываются. И уже 42 года я уже этим счастлив и горжусь, что живу в таком прекрасном большом городе. Вот Питер, столиста русского рока, и вот тут играет музыка. Я играл в переходах в метро в Питере. Я играл на улицах тоже летом. Это 2013-2014 год. И какой-то такой момент, что мы, как бы, наш заработок был, как халтура тебя. А вот поначалу после переезда не было сложно адаптироваться к мегаполису. Тебе же нужно еще реализовывать себя. Помимо того, что ты ищешь работу, ты еще хочешь выступать и проявлять себя как музыкант. Как ты справлялся вот с этими социальными барьерами? Как говорится, нужно верить в свои силы, верить в себя. И поэтому я уже, как бы, был психологически настроен, что было сложности, как бы. И поэтому, в принципе, я в целом скажу, что Питер очень встретил, как бы, без всяких таких трудностей. Но были переживания, что климат там не подойдет, может, что-то там будут, какие-то моменты. Но я уже сам себе сказал, что надо идти вперед. не шагу назад, как бы. Очень горжусь, что я уже вошел в эту тусовку, в этот андеграунд и вошел в эту историю. Не, ну, конечно, первое время были моменты, когда ты скучаешь по родине. У меня даже вот... И я в этих песнях тоже рассказываю, там, то, что вот какая-то вот тоска по родине. Но все равно это и Якутия, она вот родина есть родина, да. А родители в твоей жизни играли большую роль? Ну, я считаю, да, конечно. У меня вот отец, царство небесное, он играл на гитаре. То есть по Асовской они все были музыканты. то есть тетя моя вот до сих пор она вот сейчас живет в поселке Зырянка в Версенковском улусе. Привет, тетя Наги. Ну, там и сестра живет, и семьяненький, ну, родственники. Вот. И отец пел, и отца, брат пел на гитаре, и на баяне играли, ну, то есть играли. То есть по моей особской линии все вообще были такие творческие люди. Несмотря то, что я живу в Санкт-Петербурге, но я считаю, что моя настоящая родина это Якутия. Я очень горжусь, что родился и вырос в Якутии, поэтому родина есть родина. Всем передаю привет большой всей Якутии, городу Якутию, большой, конечно, привет городу Среднепровымску, городу Мирному. Мой адрес это Якутия, да. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова